Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. На Сочи сегодня обрушился град. Впереди по прогнозу вероятность формирования смерчей. Вопрос, а можно здесь вне закона? В Сочи проходит операция остановка. В сочинских дворах запретят пускать фейерверки. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в период зимнего курортного сезона обсудили сегодня на АТК. В Сочи подвели итоги футбольного сезона. Лучшие детско-юношеские футбольные команды по итогам состоявшихся городских чемпионатов наградил лично глава города Сочи. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в период зимнего курортного сезона обсудили сегодня на заседании Антитеррористической комиссии города. Чтобы предстоящие праздники прошли без каких-либо происшествий, руководителям объектов санаторно-курортной отрасли, торгово-развлекательных центров, транспорта и других мест, где может быть массовое скопление людей, необходимо обеспечить исправное функционирование технических средств защиты, провести инструктаж среди сотрудников, отвечающих за безопасность, а также усилить меры по противопожарной защите объектов. Такую же работу в обязательном порядке следует провести домкомам, председателям садовых товариществ, гаражных кооперативов и ТОСов. Фейерверки будут в городе производиться там, где это разрешено. А во дворах этого делать ни в коем случае нельзя, потому что одно дело радость Нового года, торжество Нового года, другое дело, когда люди все выпившие начинают пытаться стрелять и часто бывают у нас трагические случаи, их немало. И поэтому мы уже с сегодняшнего дня просим, чтобы такие беседы были проведены. Нам необходимо принять меры по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, некачественных продуктов питания. Особое внимание уделить местам проведения массовых мероприятий. Особое внимание будет уделено организации схем движения общественного транспорта, который, подчеркнул Анатолий Пахомов, должен работать бесперебойно. А количество перехватывающих парковок и автостоянок на горнолыжных курортах должно быть достаточным для туристов. На курортах Красной Поляны будет организована и работа мобильных постов ДПС, задачу которых – перераспределять транспортные потоки между парковками, а в случае их заполнения ограничивать движение. Тем не менее, сочинцам и гостям города желательно отказаться от личных машин и пользоваться железнодорожным и муниципальным автотранспортом. Сегодня в Сочи выпал град местами со снегом. С утра в отдельных районах автомобильное движение из-за непогоды было затруднено. Многие автомобилисты отказались от своих машин и добирались на работу на общественном транспорте, который работал в штатном режиме. Град шел всего около получаса, но был весьма интенсивным. За считанные минуты тротуары оказались покрыты крупными льдинами, проезжая часть превратилась в каток из-за ледяной каши на дорогах. В отдельных микрорайонах, расположенных на возвышенностях, таких как, например, Завокзаль, Макаренко и Бытха, движение транспорта нарушилось. Как сообщают синоптики, количество выпавших осадков с 7 до 8 утра составило порядка 23 миллиметров, а диаметр крупы от 2 до 10 миллиметров. Температура воздуха резко понизилась и утром составила 5 градусов. Но днем уже вышло солнце, температура поднялась до 10 с плюсом и ледяная крупа быстро растаяла. Слепить снеговиков сочинцы все же успели. Особую радость град принес детям. Многие из малышей впервые увидели осадки в виде снега. Известно, что настоящую зиму в Сочи встретишь редко, а снежные сугробы чаще можно увидеть лишь на Красной Поляне. Но иногда бывают и исключения. И сегодняшний день один из таких. Строительство офиса врачей общей практики и объектов образования на Кубани вышло на финишную прямую. Доклады районов по видеосвязи сегодня выслушала вице-губернатор края Анна Менькова. Вице-губернатор потребовала, чтобы офисы врачей общей практики, спортзалы и ясли должны быть готовы до конца года. При этом качество не должно страдать. Успеть к сроку удастся не всем. В антирейтинг попали Абинский, Тихорецкий, Северский, Лабинский и Красноармейские районы. Кроме того, на совещание Анна Менькова напомнила, что с начала следующего года появится еще одна категория граждан предпенсионного возраста. Их трудоустройство нужно держать под контролем в центрах занятости населения. У нас уровень безработицы один из самых низких в России. И у нас с начала года при содействии центров занятости, которые есть в каждом муниципальном образовании, было трудоустроено 115 тысяч человек. Это 7 из 10 обратившихся. И вакансий у нас стало больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день их 53 тысячи. Действительно, у нас все неплохо с точки зрения работы центров занятости и трудоустройства населения. Настроить сегодня ее так, чтобы это было понятно, комфортно для населения. Чтобы мы могли с абсолютной уверенностью сказать, что мы с вами делаем все и больше. Для того, чтобы наши люди были трудоустроены комфортно. Кроме того, на совещании обсудили вопросы финансирования культуры региона и освоения средств краевого бюджета в рамках программы. Доступная среда. Они создают приюты для бездомных животных, помогают пожилым людям и ликвидируют последствия ЧАЭС по зову сердца. В Краснодаре чествовали волонтеров. Во дворце спорта «Алим» прошла церемония закрытия Года добровольцев, в которой принял участие Вениамин Кондратьев. Из рук главы региона активисты получили награды за вклад в развитие добровольческого движения края. О неравнодушных к чужим проблемам наши коллеги из Краснодара. О возрасте здесь не вспоминают, а с легкостью и молодым задором демонстрируют танцы народов мира. Эта небольшая комната для краснодарских пенсионеров стала местом, где, как они сами признаются, забываются все болезни и невзгоды. Тут не только учат танцевальным элементам, но еще и преподают пожилым людям компьютерную грамотность, основу английского языка и проводят литературные кружки. И все это абсолютно бесплатно. Ну, великолепное состояние, потому что мы все время чувствуем рядом с собой плечо, понимаете. Дома как-то ноги одинокие и не знают, куда себя деть. Дети уже выросли, внуки тоже как бы уже не нуждаются. А здесь мы чувствуем свою необходимость, можем реализоваться. Создать досуговый центр для пожилых людей Галина Головченко решила из-за личных обстоятельств. В мае молодая девушка воплотила в жизнь проект, который дарит внимание и заботу тем, кто в этом нуждается. Здесь не только развлекают, но и помогают пенсионерам с документами и лекарствами. За свой порыв жительница Краснодара получила признание на самом высоком уровне. Проект Галины Головченко стал лучшим на федеральном конкурсе «Доброволец России». Но даже сейчас ее не покидает волонтерская скромность. Иногда бывает усталость физическая, но мне это больше отдает, чем забирает. А именно эмоционально, энергетически и чувство удовлетворения, когда видишь людей, это непередаваемо. Если будет хорошо ближним, даже если это не член семьи, не твое дружеское окружение, не ты сам, то будет хорошо и тебе, и твоим близким. Таких неравнодушных по всей Кубани почти 27 тысяч человек. Все это волонтеры, которые по зову сердца создают приюты для бездомных животных, отправляются на поиски пропавших людей, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Самых активных добровольцев сегодня участвовали в Краснодаре. Более двух тысяч добровольцев со всей Кубани сегодня заполонили зал «Олимпа». Себя не называют одной большой волонтерской семьей, потому что у них одна миссия – нести добро людям. Тех, кому не все равно, сегодня пришел поздравить глава региона Вениамин Кондратьев. Именно с участием волонтеров в регионе провели более трех тысяч мероприятий. Волонтеры помогали гостям и спортсменам на чемпионате мира по футболу и гонках «Формула-1». Они же, не задумываясь, отправлялись в города и станицы ликвидировать последствия осенних наводнений на Кубани, разбирали завалы и привозили гуманитарную помощь. И делали столько, сколько помощь была необходима. Волонтерское движение у нас самое сильное не только в России, во всем мире. И вы, волонтеры, самые лучшие, потому что вы блестяще проявили себя на чемпионате мира по футболу этим летом. Вы пришли первыми на помощь пострадавшим в результате наводнения. В нашем крае волонтерство, желание быть полезным обществу, другим людям у вас в крови. Никогда, никогда не измените этому пути и зову своего сердца. Сколько бы ни было лет, внутри это все молодые, энергичные, очень амбициозные люди. И вы знаете, вот как сказал наш президент, год волонтер, конечно, заканчивается. Но волонтерство продолжается. И будет продолжаться на Кубани, потому что желание прийти на помощь ближнему, помочь тому, кто рядом, милосердие, сострадание, человеколюбие, неотъемлемая часть характера жителей нашего края. Вот такие у нас люди. За развитие добровольческого движения на Кубани Вениамин Кондратьев вручил активистам заслуженные награды. Это мальчишки и девчонки, которые не жалеют своих сил и времени, чтобы помочь другим. И готовы полностью погрузиться в проблемы абсолютно незнакомых им людей. Фаяли им по молодые люди представили свои проекты, как сделать этот мир чуточку добрее. Сейчас мы начинаем реализовывать федеральный проект «Лига юных пожарных». Он направлен на борьбу с лесными пожарами. Сейчас очень много сгорает лес на территории России, в принципе, в мире. Один тот факт, что сгорает лес в два раза больше, чем вырубается, заставляет об этом задуматься. По зову сердца волонтеры трудятся в больницах, в детских домах, помогают находить пропавших людей. Ведь доброволец – это состояние души. То, что вы делаете, поверьте, это не находится в рамках учебного процесса, в рамках каких-то ваших обязательных или предметов. Это внутреннее. Будет не состояние человека, сострадание, человеколюбие. Давайте просто это не потеряем. Не потеряем, не отделаемся формуляром, как должен или не должен. Творите добро, оно все возвращается. Встреча самых неравнодушных и отзывчивых прошла в атмосфере дружбы, будто все они знают друг друга не один год. Но волонтер – это важная и нужная работа для всего общества, которую нельзя останавливать ни на минуту. Поэтому сразу после праздника сотни добровольцев уже спешили на помощь тем, кто в ней так нуждается. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Виктор Чаусов и Денис Перец. Кубань-24, Краснодар. Сегодня же в Сочинском государственном университете прошел региональный слет событийных волонтеров. Мероприятие стало своеобразным подведением итогов работы в этом году, который, к слову, был объявлен Годом добровольца в России. Он подходит к концу, но волонтерство продолжится и дальше. Во всех городах России проводятся заключительные мероприятия по итогам Года добровольца. Вчера волонтеров чествовали в Край, а сегодня итоги подводили в Сочинском государственном университете, где Центр волонтерства появился 9 лет назад. Волонтерское движение СГУ началось 2009 года, создание волонтерского клуба «Созидание» еще на тот момент. Но когда началась уже полным ходом реализация волонтерской программы «Сочи-2014», в 2010 году мы попали из 160 претендентов в 26 вузов, которые стали волонтерскими центрами «Сочи-2014». И вот с 14 мая 2011 года, когда мы праздновали тысячу дней до Олимпийских игр, мы открыли наш центр. Теперь вся история сочинского волонтерства СГУ хранится в Музее истории. Это и наследие зимних Олимпийских игр, и недавно созданная выставочная экспозиция, посвященная недавнему событию – Чемпионату мира по футболу. Активными волонтеры СГУ были во время проведения российского инвестиционного форума домашних игр хоккейного клуба Сочи в континентальной хоккейной лиге российского этапа кольцевых автогонок «Формула-1». И таких мероприятий в 2018 году было 115. Могу себя назвать достаточно опытным волонтером. Во-первых, огромный пласт жизни волонтерской – это непосредственно события FIFA, то есть это Кубок Конфедерации, Чемпионат мира, Жеребьевки, Кубка и Чемпионата, Семинар команд. Ну и непосредственно все события, которые крупные проходят в Сочи, непосредственно я тоже там участвовала. А сегодня в региональном слете событийных волонтеров приняли участие студенты Кубанского государственного технологического университета, чтобы обмениваться опытом, ведь сочинцам есть чем поделиться. Сейчас ресурсные центры волонтерства СГУ насчитывает 3030 человек. Впереди новые участия в крупных мероприятиях, которые постоянно проходят в курортном Сочи. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 15 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 10-12 градусов выше нуля. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Домский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». Салон «Магазин Куранты» объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии, России. Спешите за подарками изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити». Северная 6. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты-деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия, аксессуары. С 20 по 23 декабря. Жемчужина. Вход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский Кабрис». Торговая галерея напротив Агропрома. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам. Думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. В Сочи подвели итоги футбольного сезона. Лучшие детско-юношеские футбольные команды по итогам состоявшихся городских чемпионатов наградил лично глава города Сочи Анатолий Пахомов. Чествование юных футболистов прошло в Зимнем театре. В этом году впервые был проведен розыгрыш кубка главы города Сочи среди детско-юношеских команд города. В нем приняли участие более двух тысяч футболистов. Победителей награждал Анатолий Пахомов. Глава Сочи считает, что проведенный в России чемпионат мира по футболу помог многим ребятам определиться с выбором, каким видом спорта заниматься. Он сделал огромную мотивацию для занятия самым любимым видом спорта. Но кроме того, еще и осталось материальное поощрение сочинцев. Это два профессиональных поля, на которых будут заниматься ребята. Мы продолжаем строить новые стадионы. И не только в центре города, а также в селах. И это все делается для того, чтобы у наших ребят была возможность заниматься спортом. Тренировочные поля, которые построили для сборных, теперь стали площадками спортшкол. Построено и новое поле в Красной Поляне. В Сочи из 64 тысяч школьников 39 тысяч занимаются в спортивных секциях. Среди юных футболистов можно встретить даже девушку. Тренировки проходят сложно, довольно-таки сложно. Но немного упорства у меня все получается. Футбол, игра, это же великолепно. Я просто, когда играю, я получаю наслаждение. Я не задумываюсь, зачем я играю, почему мне так нравится это делать. В этом году воспитанники детских спортивных школ завоевали первое место в открытом первенстве Краснодарского края по футболу. Стали серебряными призерами первенства России в двух возрастных категориях. Высоко властями Сочи отмечена работа тренеров. Когда закончил играть в футбол, начал продолжать его в качестве тренера. Сначала я учился, а потом начал тренировать детей. И я думаю, если здоровье позволит, то буду всю жизнь заниматься этим делом. Есть достижения и в любительском футболе. Впервые команда ветеранов футбола стала серебряным призером первенства России. О радости мальчишек в нашем городе появился свой профессиональный футбольный клуб Сочи. Вспомнили и назвали именно тех прославленных игроков, блиставших в сборных СССР и России, Славу Митроверии, Игоре Ледяхова, Михаила Радченко. С кого и стоит брать пример юным сочинским футболистам. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинцам рассказали о достопримечательностях Поднебесной. На курорте прошла первая презентация Национального туристического офиса Китая. Китай – одно из самых востребованных направлений для выездного туризма среди россиян. Министерство культуры и туризма КНР разработало 13 тематических путешествий по стране. Сегодня крупные туроператоры рассказали о туристских продуктах, о представителе китайской телекомпании, о полетной сетке. Я очень рад тому, что вы приехали с презентацией вашего туристического офиса в городе Сочи. Мы со своей стороны готовы оказать любое содействие в рамках развития этого проекта. В знак укрепления дружбы Национальному турофису Китая власти Сочи презентовали подарочную книгу о курорте и матрешку. И пригласили китайских туристов посетить южную столицу страны. Вопрос, а можно здесь, вне закона. В Сочи проходит операция «Остановка». Водители автобусов при посадке и высадке пассажиров зачастую отступают от правил дорожного движения и останавливаются там, где им удобно, а не где положено. Тем самым подвергают риску своих пассажиров, а также создают неудобства пешеходам и другим водителям. Часто местом для остановки водители автобуса выбирают пешеходные переходы, что еще больше увеличивает вероятность ДТП. Ведь переходящий дорогу человек увидит подъезжающий автомобиль, только уже выйдя из-за автобуса. С начала этого года по этой причине в Сочи произошло 6 ДТП. 6 пешеходов получили травмы. Сотрудники ГИБДД совместно с руководителями автопредприятий, чьи автобусы ежедневно курсируют по городу, провели профилактический рейд. В итоге 7 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил движения. Более того, транспортные компании должны решить, что делать дальше с таким сотрудником. Уволить или отправить на дополнительные занятия по изучению ПДД. После этого нарушители обязаны будут сдать зачеты. В Сочи и Ростов-на-Дону свяжет «Лыжная стрела». Поезд отправится на горнолыжный курорт «Роза Хутор». Поезд номер 1718 будет курсировать в период новогодних праздников и рождественских каникул. Пассажиры смогут бесплатно провести с собой зимний спортивный инвентарь, лыжи и сноуборды, а также приобрести у проводников ски-пас. При этом его стоимость не будет отличаться от той, что предлагается в кассе. «Лыжная стрела» будет отправляться со станции «Ростов-Главный» в 21.26.29 декабря, а также с 1 по 7 января и прибывать в Красную Поляну в 8.01 следующего дня с остановками по станциям «Краснодар», «Туапсе», «Адлер». Время в пути составит 10 часов 35 минут. В обратном направлении со станции «Роза Хутор» состав будет отправляться в 20.07.30 декабря, а также со 2 по 8 января с прибытием в Ростов на следующие сутки в 8.06. Время в пути составит 11 часов 59 минут. В пути следования поезд сделает остановки на станциях «Краснодар», «Туапсе», «Сочи» и «Адлер». В составе поезда предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В штабном вагоне также предусмотрена дополнительная багажная купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря. Стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно от 3030 рублей, в купейных вагонах от 3998 рублей. В Сочи прошли соревнования специалистов-кинологов. В них приняли участие 69 специалистов из районов Краснодарского края. Состязания прошли в трех категориях. Разыскной профиль, поиски и обнаружения наркотических средств и поиски и обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В рамках первой категории собакам предстояло взять след по запаху вещи, обыскать местность, а затем найти, задержать, взять под охрану и помочь сотруднику полиции отконвоировать задержанного до места назначения. Также собаке необходимо было найти наркотик или взрывчатое вещество в помещении в отдельном предмете или на участке местности. Кинологи также продемонстрировали умение ладить со своими помощниками, пройдя вместе с ними ряд испытаний. В частности, умение удержать собаку рядом с собой с поводком и без него пробежать кросс, вместе преодолеть полосу препятствий. Немаловажную роль сыграло послушание четвероногого помощника. Судьи оценили знания собаками различных команд. Все эти навыки помогут спасти в нужную минуту жизнь человека. Как пример я могу привести, что в Сочи 6 декабря потерялся мужчина. Были применены кинологи со служебными собаками, которые в результате обнаружили человека и спасли его. В результате в общекомандном зачете первое место занял коллектив управления МВД России по Краснодару. Серебро завоевала команда Сочи. Бронза у Тбилисского района. В Сочи можно сфотографироваться с символом предстоящего года. Такую услугу предоставляет фотостудия Royal Photo Beauty. Она находится в центре города в микрорайоне КСМ. Эту красавицу зовут Флориана. И она полноценная сотрудница и помощница хозяйки фотостудии. Екатерина Сергеева специально купила микропига к предстоящему Новому году. Эта свинка прекрасно подается дрессировке, любит наряжаться и дарить клиентам позитивные эмоции. И, как известно, именно эмоции являются залогом отличных кадров. Ну и без декораций, конечно, не обойтись. В студии Royal съемки проходят в семи фотозонах. Ножки мы сюда. То есть садимся бочком, ножки тягиваем. Подсказать, как лучше повернуться или какую принять позу – неотъемлемая часть работы фотографа. В студии их несколько. Ника Крамаренко – одна из тех, кто может разглядеть изюминку в клиенте и профессионально подчеркнуть красоту. В основном акцентирую свое внимание на детях, на семьях, ну и на женщинах, которые хотят себя видеть в новом образе, в новом имплуа. И достаточно хорошо получается это сделать. На часовых съемках уже больше общения идет с семьей именно. Ты распознаешь внутренний их характер, их манеру общения в семье, тем самым раскрывая кадр. И потом они получают очень интересные, красивые фотографии, которые хранятся годами, передаются из поколения в поколение. Кстати, сейчас возвращается традиция хранения реальных, а не виртуальных альбомов. Не только свадебных, но и семейных. В студии «Роял» можно заказать любые событийные фотосессии, фотозоны и проекты регулярно обновляются. В нашей студии большой спектр услуг. Вы можете сделать полный образ, то есть это макияж, укладки, прически и платье в прокат. Также в нашей студии есть фото на документы, печать, фотографии. То есть можно сделать фотосессию, распечатать все свои фотографии в ретуши, сделать фотоальбом на заказ. Наша студия предлагает 1000 рублей в час в будни и выходные – полторы. Также у нас проходят экспресс-фотосессии. Это достаточно выходит дешевле и выгодней. Пакет предложений для фотосессии разнообразен и индивидуален для каждого клиента. Предоставляются скидки. «Роял Фото Бьюти» гарантирует качество и позитивную атмосферу. Фотостудия находится рядом с остановкой КСМ по адресу улица Пластунская, 198А. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск